Этим летом по городскому округу прошел серьезный ураган. Кровли нескольких домов были серьезно повреждены, в том числе и в частном секторе. Особенно серьезно пострадали дома в селе Ира. Разумеется, люди обратились за помощью в администрацию. В бюджете города на эти цели у нас заложено только 100 тысяч. И то само положение говорит о том, что мы можем использовать их только в том случае, если по городскому округу мы объявим чрезвычайную ситуацию. Но есть очень много моментов и норм, что нужно для того, чтобы эту чрезвычайную ситуацию в городе объявить. За счет привлечения вне бюджетных средств частичная помощь в восстановлении жилья была оказана. Но этот случай показал, что полноценное и быстрое решение подобных проблем невозможно силами одного лишь государства. Чуть больше месяца назад администрации было получено письмо от Министерства чрезвычайных ситуаций. С указанием проинформировать население о вариантах страхования жилых помещений, домов. При несчастных случаях, пожарах, заливах и взрывах, а также стихийных бедствиях, собственники квартир не сумеют найти достаточно средств для быстрого решения проблемы. За счет страховых выплат можно добиться снижения расходов и компенсации ущерба. Всем нам кажется, что мы отойдем. Нас это обойдет. Я вот после Ировки застраховал свое жилище. Вот государство в конкретном случае будет смотреть, стоит ли частично возмещать или не стоит. А уже страховая компания при любом нанесении ущерба, в зависимости от того, как он был нанесен, она возместит. Исходя из инструкций данных службы МЧС, в администрации было собрано совещание, на которое пригласили страховые компании. У одной из них появилось желание работать в нашем городе. Будут заключать договор с жилком сервисом. При разноске квитанции, отдельной квитанции, напоминаю, что отдельной квитанции будет доставлена на выплату страховых взносов. Она будет производиться поэтапно. Весь страховой взнос будет разбит на год. Как уверяют страховщики, даже если после двух-трех платежей, то есть после двух-трех месяцев наступит страховой случай, он будет выплачен. Вместе с первой квитанцией на оплату будет предоставлен договор, который будет считаться заключенным при условии оплаты первого взноса. Администрации города проводят тщательный отбор всех страховых компаний, предлагающих свое сотрудничество с населением, дабы исключить мошеннические организации и тех, кто недобросовестно исполняет свои обязанности. Если несколько страховых компаний предложат свои услуги и пройдут отбор, тогда, соответственно, жителям доставят две или три раздельные квитанции. Поэтому каждый сможет решить, с какой страховой компанией заключать договор и на каких условиях. До Нового года планируется ознакомить население со страховыми компаниями и их услугами. Будут проведены мероприятия, на которых жители смогут пообщаться с представителями организации, задать им свои вопросы, узнать подробнее о том, в каких случаях предоставляются страховые выплаты.